Всем привет, с вами Кирилл и вы на канале Кирилл Гея. Мы сегодня мы играем на родине РП первые серверы. Не забывайте введите мой ник при регистрации, потому что если введите мой ник и прокачаюсь до третьего уровня, я получу 250 тысяч и 150 тысяч я дам вам. Поэтому, пацаны, обязательно введите мой ник при регистрации. И также я хотел бы напомнить, что я создал свой аккаунт в инстаграме, поэтому ссылочка на него будет в описании. Обязательно подписывайтесь, потому что там будут фоточки из моей жизни и всякий эксклюзивчик. Переходите, повторюсь, по ссылке и подписывайтесь. Ну что ж, пацаны, сегодня у нас новая серия. В этой серии я собрался покупать себе либо квартиру, либо дом там и так далее. Я уже на протяжении получаса кидал объявы, искал дом, но самый дешевый дом, который продают, стоит 3 миллиона. Мне писали в комментариях, что можно купить дом за миллион даже, но я не знаю, где он такие цены видел. Там Максим Гейм, по-моему, писал. Я не знаю, где ты такие цены видел, но с он на первом серии продают дома от 3 миллионов. Я как бы объявки чекал, сам кидал объявки, спрашивал у людей, которые дома продают. Двое людей продают дом и продают они их по 3 миллиона. Поэтому, к сожалению, дом я себе не найду, а квартиру я покупать не хочу. Поэтому я принял немножко другое решение. Я себе куплю жилье, но это жилье будет как бы временным. Я, короче, решил жить в Батырево, но жить я буду не в доме, не в квартире, а в отеле. Я просто сниму себе комнату в отеле, буду здесь жить. Почему нет, пацаны? Я не буду переживать, если у меня сидит даже там квартира, дом. Здесь вот много свободных комнат. Я просто себе сниму отель в Батырево и буду здесь жить. Я считаю, что это самый лучший вариант. Вот номер номер 2. Так, 5000 стоит предоплата, стоимость 40 рублей в час. Я считаю, что это мой вариант. Просто берем, покупаем, вместо спавна автоматически назначено отель. Извините, вместо спавна можно сеть спаун. Для управления своим номером используйте отель. Ладно, давайте зайдем, посмотрим, что вообще у меня за номер. Здесь, видите, занято. И вот здесь я занял, как бы возле входа, недалеко. Так, дверь закрыта. Так, давайте отель напишем, в принципе, команду. И здесь можно открыть его. Проплата за проживание осталась 2 часа. Так, как заплатить за проживание? Я не знаю, вы будете выселены из номера. Давайте закинем, ну, 50 тысяч, я не знаю. Положите на баланс, можно еще 2000. Так, я положил, по-моему, 50 тысяч. Так, давайте зайдем в номер и посмотрим, насколько у меня дом еще проплачен. Ага, вы успешно пополнили баланс номера на данный момент у вас на счету 2000. Окей. Так, 52 часа, я могу его не оплачивать, да? 52 часа. Что-то как-то маловато, на самом деле, типа, двое суток. Серьезно? 420 рублей я еще положу. И сколько я не могу его оплачивать? 75 часов. 75 часов, это, по-моему, около трех дней. Блин, это очень мало, на самом деле. Вот какой минус все-таки отеля. То, что вы можете оплатить его всего лишь на три дня. Ну, а так, вертолет я припарковал. Теперь нужно забрать свои машины и также их сюда припарковать. Ну, я вам это показывать не буду. Давайте я уже припаркую все машины и я вам все покажу. Пацаны, вы просто знали, насколько я люблю программу Бандикам просто. Понимаете, я уже поехал, взял мотоцикл, ехал сюда, чтобы его припарковать. И перед отелем нажал кнопку записи, чтобы вам рассказать о том, что это будет все-таки мое временное жилье, там и так далее. И знаете, что произошло? Просто игра крашилась, понимаете? Просто взяла игра и крашилась. Я не успел даже припарковать мотоцикл. Кстати, вон дом продают. Так, дом за два ляма продают. Так, а ну, секунду, пацаны. Сейчас в прямом эфире я куплю себе дом, может быть. Так. Так, пацаны. Мы сейчас, походу, купим себе дом, только мне нужен банкомат. Мне нужен срочно банкомат, короче. Блин, два миллиона, это довольно-таки недорого за дом. Дом без гаража, он сказал. Ну, на гараж не пофиг, поэтому сейчас мы отсюда, короче, выселяемся, пацаны. Просто неожиданный поворот серии. Типа, сейчас я куплю дом. Я просто в шоке, реально. Неужели я куплю себе дом? Правда, я на это потрачу все свои деньги, ну да ладно. Так, что там? Хоу, блядь, как там? Хотель. А, отказаться от аренды, да. Все, я отказался от аренды. Погнали за вертолетом. Потом в банкомату. Блин, тут банк есть, типа? Или нет, я не помню. Так, все, я прилетел к дому. Вот этот ростик, который продает дом за 2 миллиона. Я не знаю, какая ему цена, типа, 2 миллиона, вот. Все, пацаны, я купил себе дом просто. Я купил себе дом за 2 миллиона. Все, пацаны, просто отлично. Сейчас сюда сразу, наверное, Маврик туда припаркую. Блин, неплохой такой дом, типа, ну, не прям классный, но довольно-таки неплохой, реально. Так, давайте зайдем, посмотрим. Блин, здесь даже интерьера нету, пацаны. Я просто живу в голых стенах, получается. Нужно будет самому покупать всякие там, ну, всякую мебель придется, короче, покупать. И расставлять ее самому. Ну, такое себе. Я думал, хотя бы здесь интерьер какой-то стоит. Да, мне пофиг, в принципе, на этот интерьер. Ну, просто когда заходишь, типа, красиво, когда интерьер какой-то стоит. А так, здесь вообще нету интерьера. Самое главное, это сейчас его оплатить. Какая там команда? Хоус. Давайте посмотрим информацию. Так, 19 тысяч. Окей, надо оплатить его по-любому. Всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вводите мои непреестрации. Вводите мой промокод, которого нету, к сожалению, да. Надо промокод, пацаны, чтобы не выделили. Было бы неплохо. Подписывайтесь на мой инстаграм, ждите новых серий. И всем пока-пока. Подписывайтесь на мой инстаграм.